Эта неделя радовала нас не только отличной погодой, но и интересными встречами и презентациями. Две из них прошли в музей истории города Гомеля. Елена и Дмитрий Михеенковы показали здесь выставку японского и китайского антиквариата 18-20 веков. Давайте посмотрим. В экспозиции фарфор эпохи династии Цин. Рельефные вазы сатсума с яркой росписью и позолотой. Столовые сервизы и наборы для чаепития, жанровая портретная живопись, а также роспись по шелку и резьба по кости и дереву. Семья Михеенковых на протяжении 12 лет собирала предметы в разных уголках мира. Сейчас в их коллекции более 100 антикварных и винтажных экземпляров. В соседнем зале представлена выставка живописи гомельского художника Петра Лукьяненко. Более 20 работ выполнены в разных жанрах и стилях. Через них автор отражает свое мировоззрение и ощущение реальности. Концептуальные полотна заставляют зрителей заглянуть внутрь себя, а пейзажи погружают в идиллический мир. Картины Петра Лукьяненко экспонировались в Италии, Германии, Чехии, Польше, Украине и России. Кроме того, он вел художественную студию, был автором и ведущим телевизионной передачи «Мостак и час». Белорусские напевы. В Герцинке открылась выставка декоративно-прикладного творчества мастера Аллы Банкрашковой. На ней представлено 15 панно из соломки кукурузы, объемные фигуры кукол и животных. Национальный колорит также отражают изделия изольная текстиля. С соломкой мастер работает практически 40 лет. А в областной библиотеке имени Ленина прошла встреча с Ольгой Громовой, российской писательницей, журналистом и библиотекарем, автором романа «Для детей. Сахарный ребенок». Это реалистичная художественная книга о сталинских репрессиях, написанная для подростков. Издание переведено на 10 языков. В Гомель Ольга Громова приехала впервые, чтобы презентовать книгу читателям и ответить на вопросы коллег из библиотек области. Музей Дворцевого паркового ансамбля продолжает свой юбилейный выставочный проект коллекции музея «К столетию музея». Новая экспозиция «Окна дома твоего» объединяет десятки картин в гомельских живописцах, на которых изображены окна. Они могут быть как главным, так и фоновым объектом, частью городской архитектуры или нести какой-то особенный символический смысл. Пейзажи, урбанистические и даже производственные мотивы окна проходят лейтмотивом в работах разных жанров. Около 60 произведений написаны в разные исторические периоды, начиная с 1930-х годов. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».